В Ангарске сотрудница отделения микрозайма обманула злоумышленника. Накануне в городе произошло ограбление. Вместо требуемых денег работница отдала налётчику фальшивые купюры. Получив желаемое, мужчина скрылся, но даже не подозревал, какое разочарование ждёт его позже. Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, оперативники установили приметы злоумышленника. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. В Усолье-Сибирском стартовал сезон талых вод, а вместе с ним угроза подтопления. В частном секторе вдоль реки Шелестихи образовался паводок. Местным жителям пришлось срочно разбираться с проблемой, вооружившись мётлами и вёдрами. Одна из причин подтопления – захламление русла реки мусором. Течению препятствуют крупногабаритные отходы. Напомним, проект расчистки реки Шелестиха появился ещё в 2014 году. Однако ситуация пока остаётся неизменной. На сегодняшний день это всё уже устранили и работа дальше продолжается. Я думаю, что этот вопрос сейчас будем держать круглые сутки на контроле до тех пор, пока полное таяние снега не произойдёт и она не восстановится в своём направлении. В Ангарске состоялась акция «Молодёжь при Байкалье против пожаров». Кадеты профильного класса МЧС школы номер 39 приняли участие во флэшмобе и продемонстрировали, как вести себя в чрезвычайной ситуации. А сотрудники местного пожарно-спасательного отряда провели традиционную выставку спецтехники. Такие акции проводят ежегодно, до наступления пожароопасного сезона. Основная цель – проинформировать население о правилах безопасности и тем самым улучшить оперативную обстановку в округе. «Мы ходим, проводим викторину, расспрашиваем людей, как они хорошо знают, что нужно делать при пожаре. И, соответственно, напоминаем очередной раз, что не нужно делать. И просто подсказываем, что нужно в тех или иных случаях делать». В посёлке Атагай прошла акция «Нет мусору». Цель инициативы – призвать местных жителей следить за чистотой и порядком в родном крае. В акции приняли участие школьники и взрослые. Главным символом мероприятия стало чучело. Его задача – предупреждать, пугать, впечатлять. Также ребята подготовили листовки и провели работу с населением. «Для того, чтобы люди за собой убирали, не мусорили. Чистота в посёлке была. Стараемся, боремся за это. А с детьми по весне тоже убираем, значит, берег реки, посёлок убираем. Ну, раздадим памятки, чтобы люди знали вообще, как вести себя в посёлке, чтобы не мусорить». Спартакиада судей прошла в Братске. Провели её Иркутское региональное отделение Российского объединения судей и Совет судей Иркутской области при поддержке Иркутского областного суда. На старт вышли сборные Братского городского, районного, Подунского и Устилимского судов. Соревновали стражи закона в четырёх дисциплинах. Начали с лыжных гонок. Зачёт был индивидуальный. Женщины бежали три километра. Дистанция мужчин была длиннее – пять километров. Судьи, их помощники и другие знатоки права гнали ради команды. Параллельно с лыжными забегами шли заезды на тюбах и хоккей в валенках. В смешанных командах по пять человек число замен не ограничено. Клюшки у всех, кроме вратаря. Вместо шайбы – теннисный мяч. Мы проводим для того, чтобы объединить людей, вывести их на свежий воздух, дать возможности пообщаться в неформальной обстановке, зарядиться вот этой положительной энергией, чтобы эмоционально все взбодрились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова